Библейский портал экзегет.ру представляет 19 глава 2 книги царей или царств для библейского портала экзегет Она продолжает рассказ о победе, которая принесла скорбь Победе в гражданской войне над Авшаломом, в ходе которой Авшалом сын царя Давида был убит И Давид совершенно не радуется тому, что восстание разгромлено, тому, что он теперь снова царь Как вернуться после победы домой? 19, да и следующая 20 глава ровно об этом и рассказывает Это оказывается не так просто, потому что победа не возвращает то положение дел, которое было до войны Она не воскрешает мертвых И вот Давид скорбит о своем сыне А что же его войско, которое победило, которое сражалось за него И оно теперь чувствует себя каким-то опозоренным, преданным, брошенным Царь не радуется, не приветствует Возвестили и Юаву, что царь скорбит и рыдает об Авшаломе Юав полководец Давида В тот день победа обернулась всенародной скорбью И бы пересказывал тот день народ, как царь скорбит о смерти сына Народ возвращался в город украдкой Как возвращается украдкой народ после постыдного бегства с поля боя А царь, закрыв лицо, кричал во весь голос Сын мой, Авшалом, Авшалом, сын мой, сын мой Вот я думаю, а кто после гражданской войны в России так рыдал о погибших других Не о своих, а о других Кто вообще во время каких-либо смут, разногласий Рыдает о людях погибших с другой стороны До сих пор большая редкость Тогда Юав вошел в помещение к царю и сказал Ты опозорил сегодня своих верных слуг, которые спасли сегодня жизнь Тебе, твоим сыновьям и дочерям и женам и наложницам Ты верно любишь отвергающих тебя, отвергаешь любящих Ты показал сегодня, что и вожди, и слуги для тебя ничто Я знаю, если бы все мы были мертвы, Авшалом жив, ты бы был доволен Так встань же, выйди и поговори любезно со слугами своими Ибо Господом, клянусь, если не выйдешь, всю же ночь не останется у тебя ни одного человека И будет эта беда страшнее всех бед, которые выпадали тебе от юности твоей и доселе Царь тогда поднялся и сел в воротах И всему народу возвестили, что царь сидит в воротах И люди стали подходить к царю Ну, то есть, не веселый, но все-таки триумф надо было сыграть Интересно, что вот в истории этого восстания На самом деле правитель скорее Юав Да, вот полководец Давида Он возглавляет сражения Он определяет судьбу Авшалома Он, более того, уже после смерти Авшалома По сути дела управляет самим Давидом Говорит ему, как ему себя вести Понятно Он вот такой политтехнолог, как это назвали бы сегодня Не просто полководец Он из тех, кто умеет не просто побеждать на поле боя Но умеет выстраивать отношения с народом, с другими политическими или государственными деятелями И фактически он сейчас правит, не столько Давид Интересная история То есть, Давид выглядит довольно слабым царем, как ни странно Вот его правление, это не блестящий золотой век Это не его диктатура Давид ценен не тем, что он великий царь в смысле своих завоеваний Хотя завоеваний было много Или строительные программы Но ее практически не было Про Соломона будет рассказано, что у него было А в силу своего какого-то очень верного положения перед Богом И этот человек метущийся, иногда слабый Иногда горюющий там, где от него ожидают радости Иногда уступающий первенство другому Юаву, своему подчиненному Очень реалистичный портрет Как это отличается от всяких официальных портретов основателей государства Или там великих вождей, которые рисуются, ну, практически идеальными людьми Израильтяне между тем разбежались по своим шатраммам И стал народ спорить во всех племенах Израилевых Царь избавлял нас от наших врагов Он спасал нас от ферестимля А теперь бежал из страны из-за обшелома Но обшелом, которого мы помазали над собой, погиб в битве Так что же нам мешает возвратить царя? То есть, смотрите Народ очень прагматичен и рассуждает в основном так Ну, давайте подумаем, как нам будет лучше, да? То есть, они не мыслят категориями Мы, допустим, притягали Давиду Возглашали его царем А теперь, что ж мы нарушили, надо покаяться перед ним Они не думают о том, кто на самом деле был прав Они думают об очень практической вещи При Давиде было неплохо Мы хотели его поменять на обшелома Но обшелома убили Ладно, пусть опять будет Давид Как нам будет лучше А царь Давид через гонцов Иллил священникам Цадоку и Абьятору Поговорить со старичными иудеями И передать им вот что К чему вам быть последними В деле возвращения царя в его дворец О чем говорят во всем Израиле То дошло и до царя, до его дома Братьевы, кость моя и плоть моя К чему вам быть последними В деле возвращения царя И Амася, то есть полководца Который на стороне был тоже Обшелома Велел он передать Разве ты не кость моя и не плоть моя Пусть так-то накажет меня Господь И так-то добавит Если ты не будешь у меня Во все дневые начальника Вместо Юава Юава он не любит После того, как он понял Что Юав отвечает за смерть Его сына Обшелома И что делает здесь Давид А вот дипломатия Очень важно не только выиграть бой Но выиграть мир И сейчас такой тонкий момент Обшелома нет Его войска разбежалась Но примут ли израильтяне Давида обратно как царя Он обращается к его соплеменникам Своим соплеменникам иудеям И говорит Давайте-ка вот с вас мы и начнем Вы в конце концов Мое родное колено или племя Так он склонил на свою сторону Всех иудеев Как одного человека Они отправили к царю Гонца Со словами Возвращайся вместе со своими слугами Царь выступил в обратный путь Киордана А иудеи пришли в Гилгал Навстречу царю Чтобы перевести его через Ордан Да вот он в Зай-Ордане В далекой местности Но торжественно возвращаются В Иерусалим А тут вот еще Разные люди Которые провожали Давида Когда он бежал из Иерусалима И так по-разному К нему отнеслись Шеми Сангера Виньямитянин из Бахурима Отправился вместе с аудемией Встречать царя Давида А с ним тысяча человек Виньямитян Да, другое племя и колено И цива Слуга Саулова дома Со своими пятнадцатью сыновьями Двадцатью рабами Они устремились к Ордану Туда, где был царь И сами пришли на ту сторону Чтобы помочь Переправить через Ордан Царский дом И так угодить ему Шеми, я напомню Тот, кто Злославил Давида Проклинал его Едва Шеми Сангера Перешел Ордан Он пал пред царем Он просил царя Не ставь мне в вину Мой господин И не припоминай того Как порочно поступил Раб твой в тот день Когда господин мой царь Вышел из Иерусалима Да не примет того царь к сердцу Я твой раб Сознаю, что согрешил И вот сегодня я первым Пришел из всего дома Иосифа Встретит господина моего царя То есть Иосиф в дом Это другие племена Израиля Ефрема Моносии Вот он бежит Как часто это бывает Когда правитель в опасности Когда правитель Как думает человек Уже не вернется на свое место Он прям всю правду матку режет А тут он вернулся И наоборот Как можно ласковее Как можно Более заискивающим голосом Он говорит Да я всегда был за тебя Прости Я тогда какую-то ерунду говорил А Вишай Сен-Церуи ответил Разве Шеми Напротив не ждет смерть За то, что он проклинал Помазанника Господнего Но Давид сказал Что вам и мне до того Сына-Церуи Что вы сегодня мне перечите Разве такое нынче день Чтобы казнить кого-то в Израиле Когда я увидел Что я царь над Израилем А Шеми царь сказал Тебя не казнят И царь ему в том поклялся Вот Величие царя В умении прощать В умении Не добивать Тех, кто сдается На самом деле Редкое умение На Древнем Ближнем Востоке И сегодня Вышел встречать царя Мефивоша Сын Саула Но напомню Что он воспринимался Как возможный Претендент на престол И царь ему Когда-то поклялся Что не будет Его преследовать Да И Здесь сейчас тоже Казалось бы Он может воспользоваться Этим моментом Тем более Что Цива Раб Мефивоша Раб Это так Слово Немножко Неподходящее Скажем так Тот, кто за него Ведет его хозяйство Он как раз сказал Да Мефивоша Рад тому Что Давида Больше нет в Иерусалиме Не омывал он ног Не расчесывал бороды И не применял одежды С того дня Как царь покинул Иерусалим То есть признак скорби И до его благополучного возвращения Когда он вышел из Иерусалима Навстречу ему То царь спросил его Отчего ты не отправился Со мной Мефивоша Он сказал Господин мой царь Это раб мой Обманул меня И хотел оседлать осла И так отправиться С господином моим царем Ведь твой раб хромонок Но мой раб Оклеветал меня Пред господином моим царем Имея в виду Циву Который сказал Что Мефивоша Против Давида Ну господин мой царь Как ангел божий Поступай как тебе угодно Весь род отца моего Был повинен смерти Пред господином моим царем Но ты посадил Своего раба На трапезу За свой стол Чего еще требовать Мне о чем взывать К царю Царь ответил ему К чему тебе Продолжать речь Я верю Чтобы ты и Циву Разделили поля То есть Имущество Которое сначала Царь отдал Мефивошету Оно раньше Принадлежало Саулу А потом Циве Когда узнал Что Мефивошет Против него Мефивошет сказал Царю Да пусть он возьмет Себе всю раз Господин мой царь Благополучно вернулся домой Пришел из рогли Магеладского И Барзилай Чтобы перейти С царем Иордан И проводить его Напомню Что Барзилай Снабжал Давида Продовольствием Барзилай был Весьма стар Восьмидесяти лет Он снабжал царя Припасами Пока тот оставался В Маханайме Потому что Был очень богат Царь пригласил Барзилай Ступай со мной Это я буду Снабжать тебя В Иерусалиме Но Барзилай Отвечал царю Сколько лет Мне еще осталось жить Чтобы отправиться С царем в Иерусалим Мне теперь восемьдесят лет Отличу ли я добрый От худого Если стану пробовать На вкус пищу и питье Если стану слушать Певцов и певиц К чему слуге твоему Отягощать Господина моего царя Еще немного Пройдет твой слуга С царем за Иордан Но к чему Царю наделять Меня такой наградой Позволь слуге твоему Вернуться в свой город И там умереть Подле могилы Отца и матери Ну вот слуга твой Ким Хам Очевидно это его сын Пусть он отправится Далее с царем И поступай с ним Как сочтешь правильным Царь ответил Пусть Ким Хам Отправится со мной Я поступлю с ним Как сочтешь правильным Ты все чего не пожелаешь От мне Я сделаю тебе Весь народ Перешел через Иордан А также сам царь Царь поцеловал Бразилая Благословил его Тот вернулся к себе Царь отправился В Гилгал И Ким Хам Пошел с ним Все иудеи были С царем на переправе И половина израильтян К чему эти подробные истории Про то Как Давида встречают Разные люди Все победа уже есть Он возвращается в Иерусалим Какая разница Что там Бразилая Где он останется Казнили Лишими Все таки Это история про царя Книга царей Не случайное название А не просто История про разных Знаете персонажей Которые там Что-то делали Таким или другим образом И Крайне важно Крайне важно Для повествователя Показать Что царь Давид Бывает разным И Как он умеет быть Благодарным К своим сторонникам Как он умеет быть Милостивым К врагам Которые сдаются Как он умеет Тем не менее Не навязывать свою Улья А прислушиваться Вот Он дает Бразилая Почетную роль Жить при царском дворце А тот отказывается И царь не сердится Он наоборот С пониманием Относится к этому отказу То есть Вот Настоящий царь Это человек Который Слушает свой народ Который С достоинством Относится Ко всему Что происходит вокруг И он очень сильно Отличается От того же Самого Афшалома Претендента Который Втирался В доверие Который Очень много Обещал Который Старался Всеми силами Себя выставить В хорошем свете Но кажется Всерьез Никого не слушал Но и возвращение Давида Не быстрое Сначала Только иудеи Его признают Израильтян Остальных То есть Колен Лишь часть Затем Уже все Израильтяне Пришли к царю И спросили Царя Что же Это наши Братья Иудеи Присвоили Тебя Переправить Через Вардан Царя Давида Его дом А с ним И всех Его людей Все Иудеи Тогда Ответили Израильтянам Но ведь Царь Нам ближе И что Это вы гневаетесь По этому поводу Разве чем-то Угостил нас Царь Или одарил Да вот И у победы Много отцов Да Любимая поговорка Пока Давид Бежал С ним был Небольшой отряд Как только Давид Возвращается Иудеи Все за него А израильтяне Остальные колена Так немножко запоздали И прибегают И говорят А что это вы себе забрали Мы все тоже хотим Мы все тоже участвовали Мы все на его стороне Израильтяне Отвечали иудеям Так В царстве Десять частей наших То есть У нас Десять колен Или племен А у вас Одно Ну или два Если считать Вместе с Вениамином Который очень маленький Который всегда при иудее Десять частей наших Так что и Давид Более наш чем ваш Что же вы унизили нас Разве не мы первыми Заговорили о возвращении царя Но речь иудеев Взяли тогда верх Над речами израильтян То есть смотрите Царство на самом деле Не очень единое Все таки Давид Больше царь иудеев Он с самого начала Когда Еще он только Становился царем Да В Хевроне Он царствовал Иерусалим Еще не был Даже взят Он был только Над иудеями Сейчас возвращается Он тоже В общем-то Только к иудеям Безоговорочно Остальные Так медлят Под разными Предлогами И с разным успехом Стараются принять Не принять его То есть Все не так просто Вот эта держава Давида Она полна Внутренних противоречий Она уже В принципе Начинает делиться На это Северное и Южное царство Это произойдет Да Через Одного При Соломоне Этого еще не будет Но при его преемнике Разделение произойдет Станет окончательным Вот эти внутренние швы Вот это внутреннее напряжение Показывает себя И может быть Вот эти подробные истории О том Как Давид Обращается С поверженными врагами С верными друзьями С разными другими людьми Они показывают Каким должен быть правитель Чтобы эти трещины Которые в обществе Всегда есть Не привели к развалу Этого общества Не привели к расколу К разделению Государства на части Вот каким он должен быть Чтобы поверх всех этих Различий и разделений Все-таки возникало ощущение Единства Как большей ценности Ну Конечно Не для всех В 20 главе Мы увидим исключение Субтитры создавал DimaTorzok